Для слушателей старше 16 лет. Рекламно-информационная программа. Группный план. На календаре вторник, 6 октября, 13 часов 6 минут в нашем городе. У микрофона Владимир Сметанин и Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Сегодня с нами. Владимир, приветствую. Да, приветствую. Ты знаешь, я шёл и думал, как вот 6 октября, какое-то событие для страны. Что-то вот голодало. Пришёл, стал читать интернет. Боже мой, завтра же 68 лет. Кому? Владимиру Владимировичу. Человеку, который сыграл, между прочим, определённую роль в твоей судьбе. Слушай, кстати, да, у него день рождения. Да, 7 октября. Ты знаешь, я решил подобиться Юрию Александровичу Дудю. Он же там любит своих гостей и спрашивает. «Окажись ты перед Путиным, о чём бы ты у него спросил?» Вот я не буду оригинальным и задам тебе такой вопрос. Я бы поинтересовался просто вообще, чем человек увлекается. Чем увлекается. Вот и всё. Мне больше ничего не... Нет, задавайте... То есть, Владимир Владимирович, какое у вас хобби? Да. Что интересно на самом деле? Вот чем будете заниматься на пенсии? У вас когда-нибудь будет пенсия, я думаю, правильно? То есть, когда вообще вы панируете когда-нибудь отойти от дел? Он удивится, наверное. Чу, какая пенсия? Прекрасно. Какая пенсия? Он же говорил про свою зарплату. Я, говорит, её получаю и её куда-то там складываю. Он что-то как-то... Он так там отшутился. Ну, этот момент я помню. Это человек, которого вообще невозможно представить каких-то привычных для обычного российского жителя форматах. Там трудоустроенный, пенсионер, отец, дед... Я не буду в прямом эфире обсуждать, какие именно форматы поведения Вадима Вадимовича, присущие всем россиянам. Но в его отношении задавать ему какой бы то ни был вопрос, значит, судьбоносный, пытаться изобразить себя очень умного и задать какой-нибудь геополитический, да? Это бред силы кобылы. Во-первых, он не ответит так, как надо. А во-вторых, самое главное, это неинтересно. Потому что в любом случае его точка зрения — это его точка зрения. А вот чем человек увлекается, чем он живет на самом деле, ведь есть же у него какое-нибудь хобби, в конце концов, да? Я, правда, знаю только про собак, да? Ну, в тайге он любит проводить отпуск или где он там, на Алтае, да? Помнишь, это знаменитая фотография с голым торцем. Я воспринимаю все это как пиар, Владимир Вадимович. Нет, условно администрация работает. И пресс-секретарь у него должен оправдывать свой хлеб съеденный, да? Безусловно. А ты знаешь, я бы о чем его спросил? Вот когда мы, Владимир Владимирович, начнем действительно какими-то конкретными делами, вот понятными каждому ценить свою историю, когда мы не будем какими-то общими фразами отделываться, да? Что давайте вот поколениям следующим передадим ту мощь, то величие, которое нам досталось от предков. А когда мы начнем вот историческая улица, вот давайте сохраним ее прекрасный облик, историческое здание, когда оно не будет гнить, разваливаться, когда мы вдохнем в него вторую жизнь. Вот я об этом бы спросил, пожалуй. Ну, я понял. Ты хочешь тихо подвести к вопросу, что там у нас с приказной сбой, которые мы грозились. Не то чтобы тихо, а громко и настойчиво, да? Ну, толстый намек на тонкие обстоятельства. Так что буду вопросы тебе задавать, Владимира Владимировича. Но, между прочим, между прочим, да, очень интересно, ты сейчас, прочтив слово-слово, процитировал вопрос, который я задал Никите Белых во время первого интервью, которое я с ним делал в 2009 году. Это когда он только-только появился на горизонте. Да, только встал в новоеводство, и он не знал, кто к нему придет, то есть какой-то журналист, да. А мне это интервью нужно было для того, чтобы морда лица Никиты Белых оказалась на первой странице газеты, которая из нашей Барвятки превращалась в репортер. И я первое, что я его спросил, говорю, все замечательно, там эти Лексусы Шаклеинские вылиты, алкоголь, который он вылил, вот там еще, что-то, рыжики, динозавры, это зыка, это перья, это блеск и верх, красиво. Ну, мы приземленные люди здесь, в Кирове, в принципе, примитивные такие, ограниченные. Нам бы что-то конкретное, вот конкретное, чем будет Никита Юрьевич, или все ограничится вот этим пшиком, да. Никита Юрьевич очень расстроился, нецензурно выражался, ломал ручку. Нецензурно. Ты не представляешь, я с таким удовольствием его слушал, я думал, что... Это ТТТ был разговор, да? Еще Суслова, тогдашний пресс-секретарь, Суслова, да. И я смотрел на него, который там веселился, на работающий диктофон, который лежит на столе и пишет все это. И меня заинтересовал вопрос, а вот что было бы, если бы я взял эту запись и аккуратно выложил в интернет? Ну, просто так, ради имиджа, там, Никиты Юрьевича и так далее. Ну, естественно, я этого не сделал, это не более чем хохма осталось. Но вопрос, будет ли что-то конкретное, это вопрос на засыпку практически к любому нынешнему лидеру, любой практически стране. К любому человеку, облеченному властью, да? Ну, власть так устроена, что у нас все меньше остается каких-то практических действий и все больше популизма. Ну, это и у нас, и, насколько я вижу, и в Штатах то же самое, например. То есть люди рассказывают какие-то картинки, сказки, призывают к каким-то идеалам, ценностям, но все это к конкретике и к приземленным вещам имеют очень косвенное отношение. Ну, какое-то время мы можем жить в мифе, но нельзя жить в мифе все время, да? То есть из него приходится выходить, иногда этот выход неприятен. Я боюсь, на самом деле, что для нашей страны вот выход из того мифа, который сейчас существует, он обернется опять, в первую очередь, экономическими проблемами и серьезными достаточно. Мягко говоря, экономическими проблемами. Это отдельный разговор про эффективность нашего труда и про размер ВВП, который у нас есть, и так далее, и так далее, и так далее. Но по приказной избе. Да, непосредственно уже к приказной. Никогда не доберемся, собственно, до вятича. Хочу уточнить, да, слушателям, если вы впервые слышите нашу беседу, то уже неоднократно здесь Владимир заявлял о планах компании «Вятич» взять под крыло, так скажем, да, приказную избу и превратить ее... Ну, сейчас мы проговорим еще раз про все это. Ну, вот это здание по адресу улицы Спасская, 4Б, которое является старейшим, считается, по крайней мере, старейшим каменным зданием на Вятке. Это изначально питейный дом. Сейчас он в диком состоянии. Это, как говорили, несколько человек. То есть он нуждается в реставрационных работах. Я, кстати, там проходил рядышком на позапрошлой неделе. Ты знаешь, я остановился и посмотрел. От него вид таким вот... Ну, чем-то таким светлым. Вот действительно такой могущественная такая вот какая-то вот... Подноготная какая-то. На краю оврага же он этого, да, стоит. Ну, живописно. Да, прекрасный вид там открывается, если смотреть. И он вот там утоплен, да, в тени вот этих разросшихся березок. Я так... У меня сразу такой, знаешь, хозяйская какая-то такая мысль. Так, березу надо спиливать. Это абсолютно правильно. Облагораживать. Абсолютно правильно. Территорию надо приводить в порядок. Так вот, это здание, оно объективно нуждается в очень приличных вложениях средств, которых в бюджете, как всегда, нет. Мы предлагаем Вятич, АО Вятич предлагает передать его в аренду, минимум на 49 лет, да, за какую-то символическую вкладу, за что мы обязуемся, во-первых, реставрировать полностью и сделать музей там. То есть, вот разговоры там, что мы сделаем из этого кабак. Ну, ребята, у вас кабаки видны перед глазами, видимо. Мы сделаем музей, мы сделаем дегустационный зал в подвале. Там есть подвал, да. Но в целом мы сделаем туристический объект, досуговый, туристический и так далее. И мы сделаем это так, как делают это в Германии. То есть, европейского класса объект, куда абсолютно спокойно можно рекомендовать привозить любых гостей города. Такая вывеска, визитная карточка. Мы это сделаем за свой счет. Сделаем очень качественно, очень хорошо, с полной отчетностью. И самое главное, мы в обсуждение вовлечем население Кирова, это 100% совершенно. То есть, люди будут обсуждать, как она должна выглядеть, что там должно происходить. И вот это решение людей, оно будет учтено 100% совершенно тоже. То есть, мы буквально сегодня с утра наконец-то разродились с письмом. Отправили на имя губернатора письмо о том, что мы просим предоставить в аренду приказную избу. И обязуемся со своей стороны. Ну, сейчас это будет на рассмотрение. Это, естественно, от губернатора будет передано ведомству, которое этим занимается. Ну, и дальше посмотрим на реакцию нашего аппарата. У меня, кстати, неожиданно возник вопрос, почему именно губернатор? Дом-то находится в областном центре. Казалось бы, областным властям надо направлять все это дело. Правительство-то имеется в соображении. Нет, в администрацию города, я имею в виду. Нет, подожди секундочку. Я не знаю, на самом деле, на чем балансе она стоит до сих пор. Вот. Интересно. Это такая характерная штука для всех исторических. Да, ну, я вот думаю, что лучше всего, если мы получим непосредственно от губернатора ответ, что это здание находится в собственности, стоит на балансе, обслуживается вот этими людьми. Ваше обращение передано им для принятия решения, консультации. Заседание комиссии по этому вопросу назначено на такое-то число. Вы будете специально извещены. Вот порядок и так далее. Вот я бы, например, на месте губернатора примерно так и ответил, да? То есть тебе бы хотелось именно это прочесть. Да, конечно, конечно. Я, причем я не вижу никаких препятствий для того, чтобы это сделать. То есть быстро решить вопрос, вот вопрос быстрого оперативного решения, он очень важен тоже. Ну, я хочу напомнить слушателям. С 2018 года здание закрыто. Там располагался музей, ну, подразделение областного краеведческого музея. И вот оно уже почти три года, по-моему, весной 2018-го, да, это произошло. Оно почти три года уже закрыто, заколучено. Туда никто не ходит, насколько я понимаю. И вот такая перспектива. Нерадужная, если власти не дадут какого-то ответа, компании Ветич, в частности. Нет, вариант же очень простой. То есть это означает, ты берешь деньги из бюджета, который дотационный, и тратишь их на достопримечательность. Причем у тебя нет опыта превращения достопримечательностей ни в туристический объект. У тебя нет опыта управления такими объектами. То есть ты не понимаешь, что делать. И это первое. Второе, у тебя начинается вариант, ты будешь обосновывать каждую строчку, траты и так далее, и так далее, и так далее. У тебя будет сложнейшая процедура согласования, которая затормозит дело еще, бог весть, неизвестно насколько. Я не думаю, что в нашем бюджете отыщутся деньги для того, чтобы сделать из приказа что-то интересное. Мы предлагаем альтернативу. Вот та ситуация, которая одна из многих, кстати, которой мы сталкиваемся, когда мы предлагаем абсолютно ясную, простую, понятную вещь. И она выгодна всем. Нам она выгодна, потому что мы имеем имиджевую составляющую, потому что мы создаем... Вот мы в подвале поставим дегустационный зал. Ребята, да будет дегустационный зал. Это будет не пивняк. Это огромная разница. Так вот, мы сделаем музей городской и сделаем дегустационный зал. И это будет посещаемо, и это будет интересно, и так далее, и так далее, и так далее. Бюджет не тратит ничего. Кировчане получают место досуга, место экскурсии, достопримечательность в полном смысле слова. То есть выигрывает бюджет, выигрывают жители города, выигрываем мы. В чем проблема сделать? И здесь начинается вариант, когда, как сказать, мы не привыкли. Или, а как это делать? Или, еще проще говоря, тут работать надо. Тут надо просто совершать какие-то усилия. Причем усилия, вроде бы которые определены твоей должностной инструкцией. То есть ты должен принять это обращение, рассмотреть его, направить по нужным инстанциям, отработать его. Ну, это же надо работать. То есть это не просто собрать комиссию, там, с обсуждением, с публикацией каких-то данных, потом удалить их с сайта правительства, естественно, и проэкономическую концепцию развития Кировской области. Там невероятная рыжачка. То есть сначала была опубликована концепция экономического развития Кировской области, там, до 23-го года, что ли, да? Вот предыдущая, я точно знаю, что заканчивается в этом году. Вот. В 20-м, а сейчас следующая. Была опубликована, потом она была удалена. То есть у нас сейчас нет стратегии развития. Ну, слава тебе, господи, пути этого нету. Вот ерунда этой. А город напечатал, написал свою программу развития. Ну, там, не без проблем, там, общественные службы были, полтора человека пришли и так далее. Меня все время удивляет, как же это так срослось. Это, а вот у города есть концепция развития, но город вроде бы на секундочку находится все-таки в Кировской области. То есть, да, то есть часть. В субъекте администрации Российской Федерации. И то есть город уже знает, как будет развиваться, а, собственно, субъект Российской Федерации не знает. Уже даже подозрительно, да. Слушай, как, как, как так происходит? Что-то может готовиться, чего мы не знаем. Может быть какая-то административно-территориальная реформа? Я думаю, что заговоры везде. Да? Да, конечно. Конечно. Темные силы нас вобно гнетут. То есть, чьи-то лапы, щупальца протягиваются, непрерывно нарушают все. То есть, ломают нам бизнес, ломают нам отношения, ломают нам административную систему. Что-то не так пошло. И достаточно давно. Ну, давай вернемся к приказной избе. Меня просто подкупает и нравится очень вот эта уверенность, с которой ты говоришь. То есть, ты говоришь не просто «мы готовы», да, а «мы сделаем». И руководство компании полностью разделяет? Я бы не стал об этом говорить, если бы совершенно точно не знал, что разделяет. Мы говорили об этом ни разу, ни два. Там конструкция абсолютно понятная. Да, это вложение может быть миллионов 20 примерно, 25-30, ну, в каком-то таком районе. Точную смету это можно только после оценки всего и разбора проектов по реконструкции. Но это, во-первых, подъемные деньги для Вятича, да, во-вторых, самое главное, это долговременная инвестиция. И есть еще одно измерение, в которое можно не верить, но все-таки, все-таки хочется оставить какой-то след, вмятину в этой истории, да. То есть, все-таки что-то после тебя должно остаться. Он такой, видите, сениментальный, религиозный, как угодно можно относиться к этому воззрению, что-то оставить. Ну, приказная изба — прекрасный пример, где все эти вещи сочетаются. Мы можем это сделать, мы готовы это сделать, мы хотим это сделать. То есть, уже, собственно, мячик не на нашей стороне. То есть, пусть ребята из Серого дома там как-то ориентируются. В прошлый раз, да, мы об этом говорили, я потом переосмысливал то, о чем мы беседовали. Ты говорил, да, в частности, приводил пример, что человек приезжает в Киров, да, и он не знает, куда, где этот исторический центр. Кто не знает, кто не знает. Я так поймал себя на мысли, в принципе, путь-то достаточно неблизкий от вокзала до приказной избы, до перекрестка Казанской и Спасской, да, и прямого вроде как автобусного сообщения, троллейбусного тем более нету. И придется какими-то окольными путями добираться. Я к тому, что, может быть, уже какие-то предложения поступают в компанию «Ветич». «Возьмите нас, мы вот поближе где-то находимся». Нет, нет. У нас тоже запущенное, заброшенное здание. Слава тебе, Господи, этого нет. Или-нибудь, не знаю, рядом с администрацией города или с театральной площадью. В Кирове меня всегда смущало, смущает, и пока будет, видимо, смущать, полное отсутствие какой-либо внятной конструкции по благоустройству города, по его историческим памятникам. То есть, какими-то обрывками и кусками, то есть, там то мы будем покупать вятское, то мы там ремонтируем дворы, то еще что-то. И все это половинчато, криво, кособоко, кособоко из веток, из палок, там чего-то, из какой-то субстанции на коленке все это сделано. И вот получилось то, что получилось. Уж не в защите. Вот мне этот подход не близок, что называется. Ладно, не буду произносить это слово, просто вчера у меня родилось. Ну ладно, хорошо. Да, хорошо. Ладно, идем дальше. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ивятич». Кстати, если у вас есть желание задать вопрос Владимиру, пожалуйста, 211-101, это наш прямой эфир, и мы именно в прямом эфире сейчас беседуем. Новость, которая вот одна из последних появилась, в частности, на сайте компании «Ивятич», на других информационных площадках она разошлась. Это такой очень любопытный подгон, я бы так сказал, известному хоккеисту Андрею Понарину. Андрей Сергеевич Понарин, уроженец Челябинской области, играет сейчас за клуб НХЛ «Нью-Йоркские рейнджеры». Он ехал на поезде из Санкт-Петербурга к себе на родину, в Челябинскую губернию. И тут остановка-то, естественно, в Кирове есть, да, Транссиб же, вот, остановился, и его поклонники подогнали ему, вот, не вятскую игрушку дымковскую, не что-то там еще ассоциирующееся с нашим городом и с нашей землей, а продукцию завода «Ивятич». Давай поподробнее поговорим. Ну, очень интересно, меня история, на самом деле, заинтересовала, я подумал себе, а действительно, а нафига там быть назойливым, написывать где-то своему кумиру, да, там, дайте мне автограф, вот он едет, остановка-то будет, и, пожалуйста, заходи в вагон, ищи его, и проси, чего не хочешь. Я тебе скажу, я понятия не имею, кто эти люди, те, что подарили ему емкость вятича, да, безалкогольного, наверное, как всегда, вот, трехлитровую банку, вот, в дорожку, но он вывозил это у тебя в Инсте, так, в сториз, да, все замечательно, и мы посмотрели, нам этот момент понравился, посмешил, то есть, ну, хорошо, то есть, заценил вяч, пробует, по крайней мере, знает, что это варится здесь. Там написал, ну, что ж, поедем дальше с вятичем, да, поедем дальше с вятичем, и мы это все закинули в СМИ, ну, просто как факт, да, такой забавный, интересный, внимание, по крайней мере, он привлекает, согласись, то есть, в общем-то, хоккеист далеко не последний, да, какой-то дань внимания выдал вятич. И далеко не исчерпал свой потенциал еще, 29 лет, у него, кстати, тоже очень скоро день рождения, да. И меня, честно тебе скажу, меня поразили, ну, не поразили, это я лукавлю, потому что меня это давно достаточно не поражает, я скорее с грустью на это смотрю, когда, сколько ему заплатили за это? А что, опять где-то такие вопросы появились? Да, вот он, он узнает, вятич, это же такое, сколько ему заплатили за рекламу? Ну, а ты бы, ну, а ты бы в ответ еще, мы еще и РЖД заплатили, чтобы на пять минут подольше постоял полис. Нет, я просто думаю, насколько вот люди живут в своем фантастическом мире, где они даже не представляют себе реальных доходов хоккеиста, НХЛ, то есть, ну, несколько миллионов долларов в год. Володя. Ладно, это не основная тема, пусть я буду в своем неведении, в своем заблуждаться, пусть буду, если я не помню. Ошибся, но ровно на знак, да, то есть, в десятках измеряется. Да, ты ошибся ровно на знак, но ближе к цели, да, то есть, теперь представим себе, что завод Вяч вдруг решил заплатить Панарину. Вярич продал свою холодильную установку и заплатил Фанарину. Ну, да, скорее всего, да. И Панарин еще сказал, до чего, мало. Маловато, что-то, да. То есть, вот этот уровень мышления, когда все сделано, во-первых, за деньги, да, то есть, существует не просто нормальное отношение к событиям, да, но человек взял, выложил в инсте у себя смешную фотографию. Что там, кто там, какая разница? Для нас это прикольно, значит, люди нас не забывают, люди ценят. Все тоже хорошо. И тут же ищется в этом какой-то умысел, замысел, не все так просто, дорогие кировчане, конечно же, все куплено, продано и украдено до нас. Вот эта черта, и вместо того, чтобы реально порадоваться хотя бы за что-нибудь и за кого-нибудь, разговор идет о том, что ага, вот оно как на самом деле. И вот это, честно говоря, ну, даже не бесит, неправильно, да, это удручает. Ну, можно, ребят, может, как-то, можно все-таки жить интереснее, ну, хоть чуть-чуть, да, то есть, ну, какой-то в жизни какой-то... Оставьте место романтики, приятным случайностям, чудесным совпадениям. Романтики, не романтики, приятные случайности. Добру, добру. Оставьте место и надеетесь, что оно есть. Попытайтесь получить от жизни хоть какое-то удовольствие, ну, нельзя же так замыкаться. Вот, ну, то есть, панален, да, просто прекрасно, я считаю, молодец. Он еще ведь обратно поедет. Ну, мы не будем влиять на эту ситуацию. Мы не влияли и не будем. Хотя удивительно, но действительно, вот в Язке Квас, например, да, то есть, там, да, была поддержка спортсменов, и это один из аргументов, потому что большинство... То есть, абы что все-таки они не рискнули бы рекламировать, банально. И совсем недавно был разговор, это, по-моему, на федеральном эхо Москвы, когда разговор шел, говорили о том, что один из ключевых особенностей, ну, особенности приготовления кваса и двойное брожение, и вятская рожь, которая в основе напитка, это одно, как бы это состав. А разговор о том, что содержание сахара в Кока-Коле, да, я очень удивился, мне этот факт настолько запал в память, мне он очень нравится. Для того, чтобы восполнить суточную норму сахара, здоровому 80-килограммовому мужчине, достаточно выпить 300 с чем-то миллилитров Кока-Колы. То есть, в обычной пол-литровой бутылке Кока... Кружечку, ну, чуть побольше. Да, в обычной бутылке... Не пивную кружечку. Да, в обычной бутылочке Кока, пол-литровой, содержится 9 чайных ложек сахара. То есть, превышающую норму. То есть, ты уже не должен квасить сахар ни в чай, ни в кофе, ни ест сладкого, ни в коем случае. Уже хватит. То есть, вот, слава богу, в квасе этого сахара гораздо меньше. Несмотря на то, что сахарный сироп там варится и добавляется, ну, это... Это обязательная составляющая. Да, практически у любой квас, да. Но, но, гораздо полезнее для детей. Я все время думаю, что, может быть, пора начать кампанию на тему квас каждому ребенку. Разговоры, кстати, такие были. Да. И, наверное, пора их возобновить. Ну, а мы продолжим нашу беседу после небольшой рекламы. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Ветич. Скоро вернемся. 211-101. Еще раз, на всякий случай напомню, телефон прямого эфира. Давай обратимся к такой очень серьезной стороне, сфере, теме для беседы. Безалкогольная продукция, о ней, безусловно, ведем речь. Но на государственном уровне и на областном уровне приняты определенные меры регулирования. Это вопрос, безусловно, национальной важности. Вот, и ты мне до начала передачи сказал, что вот-вот должна была состояться некая комиссия по обсуждению этих вопросов, как, что регулировать в сфере оборота. И что, она не состоится, эта комиссия, или вообще не устраивает формат ее работы? И вообще, в принципе, она не нужна, на твой взгляд. 7 октября 2020 года в здании правительства Кировской области не состоялось заседание комиссии под руководством товарища Чурина. То есть она перенесена в связи с коронавирусом. Мы хотели там присутствовать, нас пригласили, ну, я имею в виду, представители. Но, вот, я попытался сформулировать или найти на сайте провинции Кировской области что-нибудь об алкогольном регулировании концептуально. То есть понять вообще, как, вот что такое алкогольное регулирование в Кировской области? Ну, самое простое, что знают, я думаю, все люди, то есть время продажи, да, с 10 утра до 10, да, и у нас продают? Слушай, не помню. Или до 11, я тоже не помню. То ли до 10, да, тоже я не помню. В последний выходной день перед первым рабочим днем, там, чуть пораньше это все. Это мы Никите Юрьевичу должны сказать спасибо, да? Ну, Никите Юрьевич, да, это его наследие. Это модно. Это было модно в тот момент, когда он вот зашел на воеводство. Это было модно. Четыре безалкогольных дня в году, день молодежи, день последних звонков, день защиты детей, день знаний, господи. Господи, прости, господи, прости. Вот оно, алкогольное регулирование. Да, алкогольное регулирование, оно очень интересно, я не знаю, какие оно... Фуфырики, запрет. А как они запрещены, подожди. У меня... А, кстати, тоже тема-то, да, неизведанная, она как-то заглохла. Помнишь, сколько уже, год-два прошло, когда вот разгар был отравлений массовых по стране, и Роспотребнадзор там якобы дубину показал. Вы что, если еще будете распродавать... Это как блокировка телеграмма, да? То же самое, мы же... Ну да, вроде как заблокировали. Но по факту не заблокировали. А даже сами ведомства, которые участвовали в этом, они сами заводят свои телеграм-каналы. Я не думаю, конечно, что те, кто заняты алкоголь-регулированием в Кировской области, хлещут эти фуфырики, да? Но что-то мне подсказывает, что, в общем-то, эта аналогия правильная. Потому что, как были продажи? Я, по-моему, прошлым летом, как-то проходя аптеки у себя в Костино, да, с такой душевной теплотой, с пониманием того, что ничего не меняется. Вот эта вот стабильность настала все-таки. Я увидел урну, забитую как раз у аптеки фунфыриками из-под боярышника. И даже у меня несколько раз аборигены, они сначала просили у меня немного денег. Я наивно думал, что человек купит пиво или водки, алкогольного, разумеется. Вот, но через 15 минут человек возвращался с фунфыриком и предлагал мне искренне, совершенно надущие. Ты знаешь, я такую картину вижу тоже регулярно. Я вижу ее в парке имени Кирова. Крайне меня раздражают эти люди, которые называют этот парк парком у цирка. Диорама, да, верхний пруд, Кла, крайне-крайне загаженный, будем называть вещи своими именами. Там есть родничок. Многие туда по старинке еще набирают воду, ходят. Роспотребнадзор, по-моему, там регулярно отчитывается, что не смеете набирать воду из этого родника, в козленочка превратитесь. Вот, и мы там гуляем, просто с детьми они любят этот ручеек, просто там поплескаться. И вот там-то этими фуфуриками все прям усеяно. Потому что место тихое, закрытое от людских глаз, и там соответствующий контингент все это потребляет. Хорошо, если это все-таки медицинский препарат, а не вот этот галлимый суррогат, которому люди, собственно, и травятся. Вот, потому что, насколько я знаю, от отравления суррогатным алкоголем в Кирове умирает примерно 600 человек. То есть 600 смертей в год. 600 смертей, это, по-моему, точные данные, это в год именно от отравления суррогатным алкоголем. Это первое. Это по поводу успешности нашей борьбы с суррогатами. Первое. То есть это борьбы, как говорил Жванецкий, борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба, и это не результат. Вот. Тут то же самое. То есть это красивая борьба, там это ерунда. Второй момент, который меня чрезвычайно веселит, вот если смотреть на алкогольный рынок, мы еще не добрались до основных проблем, но вот если смотреть на алкогольный рынок, то вот эти, так называемые, 24 часа, эти маленькие магазины. Мини-маркеты. Мини-маркеты. Ну, абсолютно всем известно. Вот всем известно. То есть я не знаю людей в Кирове, которые бы этого не знали. О том, что там абсолютно свободно. Можно купить алкоголь. В любое время дня и ночи. В любое время дня и ночи. И в так называемый безалкогольный день тоже. В любой. Я был совершенно поражен, когда однажды уже после 11... Вот, кстати говоря, я сказал, что любой человек может знать, но, видимо, я все-таки не любой. Потому что месяцев 6 или 7 назад я еду с аэропорта после 11 из... Из Победилова, в смысле, да? Да, естественно. У нас один пока. Нет, я, может, имел в виду, может, ты не знаешь, в Кольцово был где-нибудь, в Екатеринбурге. А, ну да. И говорю про Киров. Ну, ладно, хорошо. Все-все-все, проехали. Не будем смущать друг друга. Так вот, еду и задумчиво, мечтательно говорю водителю, эх, что-то пивка бы купить, так вот, понимаешь, как-то. Он говорит, да какие проблемы, Господи? Вот, направо, налево, я сейчас... Вот адрес, или сюда давай. Я был очень удивлен. Легкостью, свободой. Никто там из-под полы ничего не делал. Абсолютно открыто. Через несколько месяцев в разговоре с мэром бывшим города Кирова, случайно совершенно, я эту тему поднял. Я говорю, как так? Вот как так происходит? Я вижу рапорты правоохранителя о том, что они конфисковали там очередные 100, 200, 300 литров. Выписали штраф. Да, да, да. Все это я вижу. Но проблема не исчезла. Он говорит, так нет, мы знаем прекрасно, просто как бы, ну, кто-то кормится с этого дела, да. То есть, как какая-то крыша какая-то у этих есть, мы туда не лезем. Ну, это существует, это существует. Мы не интересуемся. Ну, как бы и все. Никто же не отравился. А, я вспомнил аргумент. Он говорит, вот если бы кто-нибудь этой продукцией отравился, тогда, да, тогда, ну, вот это как знаменитый вариант, будут, когда вас убьют, тогда мы и приедем, да. Ты знаешь, я, кстати, да, как-то общался с человеком, который, ну, завязал и который употреблял вплоть до этих фуфыриков, он сказал, а что в них плохого-то? Спирт и спирт чистый, там не отравиться. Да, так не отравишься. Ну, незаконно. Ну, подпольная, ну и что? Так же, как торговля фуфыриками, которая по режиму процветает, насколько я понимаю, так же вот эта подпольная продажа. То есть, она подпольная на словах. То есть, вот эти сегменты, они абсолютно не решены. Это первое. Второй момент. Вот тут мы же касаемся любимого безалкогольного, конечно, пива Вятича, да. И возвращаемся к тем же самым торговым сетям. Вот что такое регулирование? Причем, вот в моем понимании, как можно регулировать рынок без участия торговцев на этом рынке, да. То есть, я смотрел список комиссии, да, вот на комиссии по госрегулированию, тра-та-та-та-та-та-та-та, там участники и товарищи, нет ни одного представителя торговых сетей. То ли их не пригласили, то ли они просто не придут. Я не понимаю... То ли они не торгуют. Вот тут проблема в чем? Дело в том, что осуществление, вот эта транспортировка товара, там маркировка, акции, за все это здорово, конечно. Но торговать им фактически будут как раз торговые сети. А мы даже, не интересуюсь вопросом, а их просто как бы нет. Мы запрещаем или разрешаем, да, но не больше того. А как этот запрет или это разрешение скажется на конечном этапе, ну, это уже, видимо, не наше дело. То есть, я бы вот то же самое, как экономическая программа развития Кировской области, да. Я все-таки, видимо, плохое мне настроение сегодня, я достаточно неизвителен. И я прочитал этот документ, который все время ведомство гражданки Кряжевой, по-моему, у нас министр экономики, да, сейчас... Предпринимательство, экономическое развитие, понятно. Да, 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 там слова, 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 да. Вот, экономическое развитие и поддержка предпринимательства, это какие-то вот... Я все меньше понимаю эти слова. Нет, слова-то сами по себе хорошие, просто что за ними скрывается, что в реальности... Я не понимаю, каким образом они относятся к деятельности этого правительства. Я не вижу там ни экономического развития, ни поддержки предпринимательства. Вот как не видел, так и не вижу. Так вот, то, что ведомство гражданки Кряжевой опубликовало, я прочитал. Честно говоря, у меня в жизни... Ну, я наивен, я идеалист, я знаю, это у меня периодически удивление при виде врачей, которым на клятву Гиппократа много раз положили. Удивление при виде чиновников, которые вместо занимаются просто коррупционными сделками. Удивление при виде правоохранителей, которые вместо заботы о гражданах заботятся о чем-то совершенно другом. И в этом случае то же самое. То есть я залезаю на сайт правительства, я вижу стратегию развития региона 2023 года. Я ожидаю от этой бумаги, ну, хоть какой-то работы мысли, хоть какой-то концепт, какое-то понимание. Ну, бога ради, ребят, ну, если вы на сайт правительства региона выкладываете, ну, это должно как-то мотивировать, и мы должны понимать, что это действительно работа. То есть это не один человек, не пять минут там под копирку переписал, а думали. Но это сочинение сделано на уровне шестиклассника, как провел лето, да. То есть вот статьи расходов, вот статьи доходов, вот прогресс у них, который мы ожидаем. Вот итоговые показатели. Это стандартный набор фраз. Улучшить, углубить, расширить, достичь. Дело в том, что бухгалтер это не экономист. То есть он не составляет прогрессивных планов никогда. Бухгалтер просто следит за проводками, он считает. Это арифмометр, живой арифмометр. Все. Он должен отлично вонять свою работу, но лезть в экономический прогноз бухгалтеру, это очень странно. Это гораздо хуже, чем экономистов запускать в маркетинг. Там тоже свои очень специфичные вещи. Потому что экономист начинает считать деньги там, где их считать не надо. В принципе не надо. И он не поймет, почему не надо. Да, очень просто. Потому что до тех пор, пока ты не вводишь определенные допущения, у тебя не образуется видение процесса. А ключевое просто видение. Ладно, это мы отвлеклись. Так вот, слава богу, они удалили это экономическое развитие. Вот я хотел бы, чтобы... Удалили в смысле вот этот документ. Да, 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 да. Я тебе говорю, сейчас у нас есть развитие Кирова, а нет развития Кировской области. Потрясающе. То есть у ноги есть развитие, а у всего остального тела как бы все заморожено. Непонятно. То есть нога будет сам у всех гулять. И я не понимаю ни алкоголя регулирования, ни экономическое развитие. Я вообще начинаю... У меня, может быть, это годы, я не знаю. Уместная отстава. Может, осень. Да нет, это может быть уместная отстава подкрадывается. То есть, знаешь, так открываю, пытаюсь понять, читаю и не понимаю. То есть набор слов есть, а смысла нет. То есть лозунги, звания, какие-то призывы есть, а за ними ничего не стоит. И я думаю, что, ну, в принципе, как это Ахматова писала, такое придумал Кавка, и Чарли, имеется в виду, Чарли Чаплин изобразил, конечно, да. Но вот что-то в этом такое вот есть. Вот. Ну, давай не будем так долго о грустном. Это уже... Тем более, что у нас минута остается. Пора уже какой-то итог подводить. Я думаю, у нас хотя бы две-три мы хотя бы сможем анонсировать. Значит, так. Со следующей недели уже гарантировано. Мы начнем опрос любимых наших потребителей на тему безалкогольного, безусловно, красного 31. У нас есть зеленое. Но теперь, как люди с нарушенным цветовым зрением, мы сделаем, кроме зеленого, сделаем еще красное. И красное будет... Мы отталкиваться будем от рецепта 1973 года. Ага, вот о чем мы говорили, да. Да, back to the USSR у нас будет, естественно, лейтмотивом всего этого. И единственный вопрос, который мы должны решить, насколько ржаное пиво, потому что мы предполагаем... Там в рецепте 1973 года ржаной солод в больших количествах. Мы попытаемся выяснить, насколько вот этот ржаной вкус будет воспринят. Потому что пиво с ржаным вкусом, а безалкогольный, разумеется, практически не выпускается в России. Вот мы будем опрашивать людей, насколько интенсивность важна, насколько это все интересно. Должна ли быть сладкая, не сладкая, согревающая, не согревающая. Вот эти детали мы, то есть, и двинем рецепт 1973 года в ту сторону, которую нам люди подскажут. И к 7 ноября? Верю, что мы еще можем успеть. К 7 ноября, красный день календаря, членам КПСС предъявление партбилета бесплатно. Правда, очень многие люди выкинули свои билеты, но кто-то сохранил. Про комсомольцев, товарищи, пока не знаем. Может быть, и они. Заканчивается время, но прям вот вертится на языке. Знаешь, мы как должны запомнить, закончить, вернее, 3-4. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Ура, товарищи. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». До встречи через неделю в это время. До свидания. Крупный план.